Здравствуйте, дорогой Борис Сергеевич! Приятно вас слышать. В США за последние 20 лет площади, засеянные зерном, не меняются, а количество собранного зерна растет. То есть, урожайность постоянно растет. Как фермеры увеличивают урожайность и до каких пределов это возможно? Ну, как фермеры увеличивают урожайность, это, конечно, лучше спросить у американцев, но я подозреваю, что это, а так и можно общим словом ответить, это за счет улучшения агротехнических приемов. Это так вот, чтобы официально ответить. А вот неофициально, я подозреваю, что это связано с тем, что все шире и шире внедряются разные сорта, выведенные искусственным путем, созданные, типа там, так сказать, трансгенные культуры какие-нибудь. Вот они приносят очень большие урожаи, это вот достаточно известный факт, да, такого рода вот культуры. Да, наверное, с этим связано. Между прочим, в Европе как-то очень негативно относятся к этим вот генной инженерии, и в том числе и в России с их подачи, но не знаю, как в Европе, а в России-то это направление в сельском хозяйстве забили окончательно. И это очень плохо, потому что надо сказать, что климат у нас не очень, прямо скажем, похуже, чем в хлебосеющих районах Соединенных Штатов. Вот, замечательно, заметно похуже, и нам бы как раз очень нужно было бы выводить трансгенные сорта. Ну, нельзя, это же гены выводят, рога вырастут, шерсть там, еще чего-нибудь. Ну, при чем здесь это вот, откуда? Это какая-то такая паника глупая, так же, как в отношении всего чего угодно другого. Панические простота, какие-то вот мнения. Это неверно. Я надеюсь, что вот из-за этого это все у них увеличивается. А какой предел? Ну, вот, когда я был маленький, книга такая была «Твои тайны природы», я помню. И там были статьи, значит, по биологии, физике и так далее. И вот там, в частности, был, да, и оттуда я узнал про «Токамак», как раз, вот, из этой книжечки. И там была в российскохозяйственной науке, цветная картинка, вертолет, несет на внешней подвеске огромный колос пшеничный, да, вот он, значит, такие огромные зерна, вот. Ну, потому что так его оттуда не вывезешь, только вертолетом. Вот такие большие, обещали колоси пшеницы.